Матчпоинт Максим Казанцев 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 Настройки спортсменов. Я сейчас буквально до интервью здесь видел и Максима Гребнева, и Кристину Казанцеву здесь. Мы перебросились в пару слов, но очень мне показалось, что ребята в отличном настроении психологическом, на всяком случае. У них нет ни тени боязни, ни кого соперников. Возможно, только некий интерес такой. Я понимаю, что огромный и соревновательный опыт, и тренировочный опыт. Их вряд ли удивить этим. Однако вот этот момент, что все-таки совершенно другой уже возрастной уровень. В этом плане, какие вы даете сейчас и будете давать ребятам какие-то указания и настройку? Ну, на самом деле задача на этот турнир для этих двоих спортсменов именно построение рисунка игры. То есть опробование тех моментов, которые по игре работают, какие не работают. То есть, естественно, это как бы сбор информации для того, чтобы потом приехать дома и уже осваивать те моменты, которые будут проблемными, например, здесь по игре. А так, то, что касается хорошего настроения, ну, на самом деле ребята уже очень много этих турниров играют. Ну, не взрослых, а именно в своем возрасте, там, в юниорском и так далее. Это, да, опыт уже здесь большой. Здесь, возможно, радость у них от того, что, ну, во-первых, хорошие условия очень турниры. Во-вторых, новый сезон мы начинаем. Вот. И в-третьих, конечно, вот этот первый турнир, может быть, у них как раз и есть интерес такой, что получится из этого. Ну, такой эмоциональный должен быть, мне кажется, хороший настрой, что и происходит, что я тоже вижу. Вопрос такой, Максим. Кого еще мы в ближайшее время можем увидеть, как бы, на соревнованиях уже, может быть, последующих, да, вот, календаря и Международной Федерации? Есть ли у вас какая-то сейчас вот концепция, да, скажем так, дать игрокам кадетского, может быть, уже юниорского возраста? Я наверняка, я уверен в том, что у вас не только кадеты в поле зрения у вашего юниорки. И есть ли сейчас какая-то у вас концепция, вырисовывается ли вот по поводу уже, скажем так, большего, скажем так, продвижения их вот в соревнованиях именно такого уровня? Да, конечно, мы на самом деле уже в прошлом сезоне опробовали вот этот момент, что сделать к индивидуальной графике, календари для спортсменов. Ну, это, в частности, было сделано для колледжа, для Тайлаковой, для Казанцевой, для Гребнева, Сидоренко. То есть, в принципе, эта практика показала хороший результат. И в этом сезоне мы с Сергеем Владимировичем Астаховым, главным тренером сборных, уже обговорили индивидуальные календари, опять же, на этих же всех спортсменов. Поэтому они будут в орбите, естественно, да, под присмотром, под прицелом сборной. И как раз вот эти спортсмены и будут участвовать во многих турнирах, ну, во многих, наверное, неправильно сказано, но в серии турниров, в том числе и взрослых. Как раз вот это для того, чтобы, о чем мы уже говорили здесь, в этом интервью, чтобы именно уровень повышать, повышать уровень конкуренции. Потому что, ну, вот, на самом деле, то, что Игорь Евгеньевич уже, Левитин, неоднократно говорил, чтобы вот не терять тех ребят, которые из кадетов выходят или из юниоров туда дальше. Вот как раз мы немножечко уже, на мой взгляд, чуть-чуть опаздываем от европейцев, например. Румыны играют очень много турниров, например, взрослых. Там, конечно, не только количество нужно, нужно вот эта смесь турниров, сборов, свой возраст, юниорский, взрослый. То есть здесь просто нужно грамотно подойти к этому. Ну, например, те же японцы играют очень много турниров. Там просто очень много турниров играются, и в том числе... Да, да, да. Ну, японцы, на самом деле, вот еще девочка, например, по-моему, четвертого года, или она уже не первый турнир взрослый играет, вот здесь вот тренируется сейчас. Поэтому здесь немножечко, я думаю, что мы чуть-чуть подостали, но это такое отставание не катастрофичное. То есть просто, чтобы не отстать глобально, то есть мы уже вот над этим задумались вместе с руководством федерации, и пытаемся вот это тоже, брешь, закрыть эту. Ну, я хочу сказать, что очень удачно вы выбрали соревнование. Это я вот только что с Александром Николаевичем Петкевичем брал интервью. Лишь один человек различает списки участников здесь Белоруссии и России. То есть можно говорить, что это чемпионат Белоруссии и России. И у ребят у наших здесь, ну, никакого нет просто ощущения какого-то сдавленности, подавленности, перенастройки. Здесь все чувствуют себя как дома. Два слова буквально, Максим, хотелось бы услышать от вас по поводу организации, да, вот этого турнира и условий. Нет, ну, условия, конечно, шикарные. Я тоже не избалован участием во взрослых турнирах, да, то есть для меня это второй после Екатеринбурга, да. Вот, и, конечно, то есть много турниров юниорских, юношеских я, вернее, съездил, посмотрел. Там тоже, конечно, есть турниры, разница в уровне организации, да. Но здесь шикарно, конечно, зал, условия, встреча в аэропорту, гостиница, все великолепно. Плюс я говорю, я первый раз в Минске, мне самому очень интересно, и как бы город очень... Первый раз, да? Первый раз в Минске, да. В Могилеве был здесь первый раз, но так сложилось, к сожалению, вот. Вот, поэтому, как бы, мне очень нравится здесь, очень хорошо все организовано. Ну что ж, это был Максим Казанцев, старший тренер нашей кадетской сборной команды России. И, Максим, хотелось бы пожелать удачи вашим воспитанникам, вам лично, успехов, и мы следим, и еще вернемся к интервью с вами. Спасибо, спасибо большое. Спасибо.